В чем секрет имбирного печенья? Чего не хватает белорусу в Америке? Не знаю, я борщ выпивала вот так. И при чем здесь йога? Раз, два, три, четыре. Задержка. Это и не только. Смотрите прямо сейчас. Это Оливье Шоу. Кулинарная программа на Бобруйск-360. Сегодняшний выпуск напомнит нам о самом масштабном празднике в году. Меня зовут Карина Гуревич, и я ничего не понимаю в еде. Но со мной всегда будут люди, которые точно знают долг о новогоднем столе. У нас в гостях участница программы молодежного лидерства и сотрудник кейтеринга Юлия Озерец. Привет! Что мы сегодня будем готовить и что нам для этого понадобится? Сегодня мы попытаемся приготовить имбирное печенье. Имбирь – многолетнее растение, много веков назад оккультуренное человеком. В дикой природе оно не встречается. И считается, что его начали выращивать на островах Малайского архипелага около пяти тысяч лет назад. Купцы рассказывали, что он растет на краю света в стране трогландидов, которые зорко его стерегут. Поэтому он так дорог. Имбирь был на вес золота. В свое время Марко Поло упоминал его среди специй как одно из чудес Востока. Я, честно говоря, даже не знаю, с чего нужно начать. Поэтому, наверное, с теста, да? Говори, что тебе нужно. Я буду тебе помогать. Возможно, ты позволишь мне что-нибудь сделать. Может быть. Не точно. Подай мне, пожалуйста, большую миску. Большая миска. У нас есть большая миска. У нас есть еще ложка и нож, если они тебе нужны. Хорошо. Начинаем с сахара. Я даже доверю тебе сахар. Его нужно пересыпать в миску. Добавляй сахар в пиалу. Пиала обязательно должна быть высокой, иначе все, что будет взбиваться, разлетится по кухне. Дальше нам понадобится масло. Мы его возьмем на глаз. А на глаз? Вот на сколько на глаз? Нам нужно 125 грамм. Я чувствую, что это 125 грамм. Начинаем взбивать. Я не думаю, что мне стоит доверять подобной вещи. Здесь нужно быть очень аккуратным, потому что масло даже комнатной температуры очень тяжело вбивается сначала в сахар. И процесс очень длительный. Нужно делать аккуратно. Мед – это не замена сахара, да? Нет. Оригинально в этом рецепте был только мед. Имбирное печенье делали с медом и мелисой. Очень странное сочетание. Но его делали исключительно с этим ингредиентом. Аккуратно вбивай. Просеиваем муку. Я доверю опять тебе. Держи. Мне так много всего доверяют. Может быть, ты научишь меня рецепт, и я потом смогу готовить его дома. Начинаем вмешивать муку в приготовленную до этого смесь из яйца, масла и сахара. Делаем это очень аккуратно. Чтобы не обляпать все вокруг. Расскажи поподробнее про рецепт. Откуда он… Кто тебя научил его готовить? Когда я ездила по программе молодежного обмена в США, одной из целей программ было познакомиться с культурой Соединенных Штатов и рассказать о Беларуси. И я жила в хост-семье. Это приемная семья, в которой я готовила наши национальные блюда. Мне показывали рецепты их традиционных блюд. И одно из них было печенье. Например, я готовила драники со сметаной. И еще я готовила тонкие блинчики. Мне показали… Это наши налистники? Да. Да, это наши налистники, которые… Мы их ели, кстати, с медом. Они показывали мне рецепт тако. Это не совсем американский рецепт США, богатый культурами нескольких наций, поэтому у них нету как таковых национальных рецептов. Они предпочитают брать всего от разных народов. Мне показывали рецепт печенья и тако. Драники вообще, как они к ним отнеслись? Удивились? На самом деле им понравилось, потому что у них есть похожий рецепт. Он пришел к ним из Германии, называют его картофельными оладьями. И немного рецепт отличается от нашего, но довольно похож. Для чего они вообще сметану используют? Редко. Сметану у них используется очень редко. Ее тяжело найти. А в борщ? Обязательно положить в борщ? Я готовила борщ. Ты готовила борщ? Я готовила борщ. Это было очень тяжело. Объясните им, зачем нам нужна кастрюля для варки свеклы. Время добавлять специи. Некоторые добавляют их после того, как ввели всю муку в тесто. Я предпочитаю добавлять их в середине, потому что так специи взаимодействуют с мукой. После того, как мы добавим оставшуюся муку, будет очень тяжело вмешивать тесто. Расскажи, а почему мы используем для имбирного печенья именно порошок имбиря, а не настоящий птертый имбирь? Почему его не трем на месте? На самом деле, многие любят использовать свежий имбирь. Но, на мой взгляд, имбирь, когда как бы мелко его не потерли, он все равно входит в тесто очень тяжело. И кусочки имбиря после выпекания печенья будут попадаться на язык, очень крупные. Ты можешь мне объяснить, почему, в принципе, имбирное печенье такое, во-первых, почему это такое новогоднее печенье, блюдо новогоднее? И, в принципе, почему именно из имбиря? То есть у нас есть овсяное печенье, но вот имбирное именно ассоциируется с пряничными человечками и со всем таким новогодним, красивым и ярким. Очень тяжело понять, почему и выяснить истоки имбирного печенья, пряничных домиков. И никто точно не может сказать, почему его начали ассоциировать с Рождеством. Многие думают, что из-за сказки братьев Гримм, Ганзель и Грета, монстр жил в рождественском домике из сладостей. Многие ссылаются именно на эту сказку. Также есть исторические подтверждения, что монахи пекли печенье в форме святых, в виде ангелов, мучеников. И в какой-то момент просто это начало ассоциироваться с Рождеством. Как ты оказалась в Америке и в американской семье? На самом деле все очень просто. Мне рассказали про программу обмена. Нужно было подать заявку, заполнить анкету, отправить ее, пройти несколько этапов отбора. И все, кто прошли отбор, ехали в США бесплатно. А насколько, в принципе, было сложно адаптироваться к семье? И насколько они отличаются от нас? Даже не дело не в самом языке, а вот даже культура и еда. Может, ты скучала по... Ну, драме, я понимаю, ты готовила. На самом деле, по идее, я очень скучала, потому что у меня к концу поездки началась аллергия. Мы все питались исключительно гамбургерами, картошкой. У них вся еда очень жирная. Она богата холестерином. И это не стереотип, это правда. Нам не хватало овощей, нам не хватало борща. Когда мы приехали, мы прилетали из Вашингтона в Вильнюс. Первое место, куда нас повели, нам понадобится ложка, это местное кафе в Литве, которое делает борщ и печет пирожки. Мы так скучали по обычной нашей еде, что мы накинулись, просто накинулись. То есть стояла большая деревянная лавка, большущий стол, вот как в тавернах. Нас было 36 человек, мы залетели туда, просто скинули вещи. И, не знаю, я борщ выпивала вот так. Вот так я выпивала борщ. Заметно, что у тебя есть навыки такие, именно профессиональные навыки человека, который работает на кухне, с едой. И, насколько я знаю, ты работала в кейтеринге. Расскажи вообще, что это такое, непонятное для меня слово. Кейтеринг – это аналог выездного ресторана. Если у вас есть помещение и вам хочется сделать праздник, но там нету столов, там нету стульев, нету своего повара, нету кухни, вы заказываете кейтеринг. Они привозят, начиная с стульев, столов, скатертей, они привозят готовую еду. Несколько раз у нас было мероприятие в голом поле. Мы привезли шатер, мы привезли плиты, абсолютно все, натурально. Вот в центре поляны разместили шатер. Повар приехал, приготовил на месте, официанты все это подали. Мероприятие удалось. В чем заключалась именно твоя работа в кейтеринге? На самом деле у меня было очень много обязанностей. Они менялись по ходу моего карьерного роста. Я была и начинающим официантом, который просто выносит блюда, выносит тарелки, расставляет их перед гостями и, например, убирает за столом. Начинала я вообще с уборки. Буквально мне давали поднос. Я с подносом выходила в зал и собирала грязную посуду. Нам понадобится пакет. Давайте, накладывай. Расскажи, чему тебя научил кейтеринг, чем ты пользуешься в повседневной жизни сейчас на кухне? Где-то еще? На самом деле кейтеринг очень сильно учит именно столовой дисциплине, если можно так выразиться. Начинает с сервировки стола, заканчивая тем, что нельзя пальцем трогать еду. Ирония, ирония. Кейтеринг научил в первую очередь общаться с гостями, потому что это не столько про еду, сколько про создание праздника. Нам нужно убрать тесто в холодильник примерно на 2 часа, не меньше. Оно должно какое-то время полежать и впитать в себя. Нет, ну, подмерзнуть и впитать в себя все специи. Существует два самых загруженных сезона в кейтеринге. Это свадебный сезон летний и новогодний, новогодние корпоративы. Слушай, а вот 100% за время твоей работы были случаи, которые, не знаю, запомнились тебе, может быть, какие-то грандиозные встречи, чьи-то интересные корпоративы, гости необычные? Новогодние корпоративы – это всегда очень забавно, это очень интересно. Для меня было шоком на первых корпоративах видеть известные группы выступающие. Мы доделали тесто, я больше скажу. Будешь помогать мне раскатывать про интересные случаи. Однажды на банкете, про который я рассказывала, половина теста твоя. Хорошо. Я была еще достаточно зеленым официантом, но взяла на себя, наверное, больше, чем я могла взять. Пыталась работать в темпе всех остальных. И мне нужно было нести блюдо на другой конец зала. Ведущим на этом корпоративе был Дмитрий Колдун. И в какой-то момент я не заметила, что он ушел со сцены, и он ушел в конец зала и стал около стеночки, как раз около той стеночки, рядом с которой бежала я, со своими тарелками. Опаздывала. Один из тейков чуть не оказался у Дмитрия Колдуна на белой рубашке. К счастью, все вовремя выкрутились. Он отшагнул, я удержала все тарелки на своих руках. Мы посмеялись и пошли дальше. Мы разделили тесто на два куска. Один кусок сожми в шарик, просто в шар скатай его, и ты его можешь отложить. Начинаем второй кусок на вторую часть теста. Выкладывай в муку. Выкладывай, выкладывай, небось. Не плюхай, выкладывай. И просто придавливай лудошкой, пытайся сделать из нее форму, как для пиццы. Потихоньку, равномерно, чтобы во всех частях. Теперь бери скалку. Можешь взять, аккуратно перевернуть его, чтобы и нижняя часть была в муке. Получилось. Молодец, молодец. Бери скалки. У нас две скалки. А за тебя, одну мне. Начинаем раскатывать тесто. Не очень толстое, не очень тонкое. Пытаемся делать его равномерным. Если сделать тесто очень-очень тонким, мы тарируемся на небольших кусочках, поэтому сильно давить не надо. Если тесто будет очень тонкое, печенье тоже получится тонким и запечется намного быстрее, чем нам нужно. Уже декабрь, и я думаю, что нужно создавать новогоднее настроение. Это обязательный пункт праздника. И вот если в детстве новогоднее настроение помогали создавать родители, то сейчас, наверное, нужно делать это нам самим. Вот как ты создаешь новогоднее настроение для себя и своих друзей, родных каких-то? На самом деле, начиная с декабря, я пытаюсь выполнить как можно большую часть пунктов из списка, что нужно сделать до Нового года. Для меня это испечь печенье, имбирное печенье с друзьями или семьей, покататься на коньках, выпить горячий шоколад и украсить квартиру к Новому году. Поставить елку, добавить свежих елочных лапок для аромата. Наша гостья подготовила формочки. Они все очень новогодние. У нас есть колокольчик, елочка. У меня есть звоночек. Это тоже колокольчик. Это колокольчик. Да, а еще у нас есть пряничные человечки. Пряничные человечки. Отлично. Это оригинальная форма имбирного печенья, пряничные человечки. Так, я возьму человечка. Может быть, средненького. Средненького. Он самый аппетитный получается. Да. Я возьму елочку. Просто размещаешь формочку на тесте, придавливаешь. И смотри, делается так. Придавила и немного поводила из стороны в сторону. Да, придавливай. Сильнее, сильнее, не бойся. Да, и немного поводила. Берешь очень аккуратно, смотри. Я вырезала. Поднимаешь за краешек и подкладываешь руку под. Так? Подкладываешь, да. Вырезаешь все, что тебе захочется. У меня есть человечек. Например. У меня есть человечек. Можно попробовать звоночек. Я вот тоже буду звоночек делать. Звоночек. Да. Сюда можно выкладывать аккуратное печенье, которое уже вырезали. Я начну. Ты. Сколько места останется? Теперь нам нужно убрать печенье в духовку. Примерно на 7 минут. После этого нужно постоянно проверять печенье, потому что в зависимости от духовки и толщины самого теста печенье будет выпекаться разное время. Главное, не проморгать момент. Пока печенье в духовке, мы сделаем глазурь. Нам понадобится тарелка. Тарелка. Один белок. Тарелка. Так. Сахарная пудра и немного лимонного сока. Сможешь отделить белок от желтка? Да? Попробуй? Я... Я видела, как это делается. Только белок. Вот для желтка. Аккуратненько. Тонкая ювелирная работа. Нам понадобится 150 грамм сахарной пудры. Опять на глаз? Все на глаз. Все на глаз. Домашняя кухня не требует весов. Сначала нужно аккуратно вмешать сахарную пудру в белок, потому что, если мы начнем взбивать сейчас, все разлетится. Так, я попробую, а потом дам тебе. Все довольно просто. Все довольно просто. Все довольно просто. Попробуешь? Аккуратно взбивай, видишь? Нужно прямо... Я справлюсь с этой задачей. Что буду делать в это время? У меня вопрос. Сейчас нам нужно добавить лимонного сока. Два я подяжу. Можно прямо с лимона примерно одну чайную ложку мы выдаем на глаз. Чуть-чуть. Постарайся без косточек. Не очень постарайся. Ну, уже опусти... Да, 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 дави. Ну, давай на твой глаз все-таки, потому что... Дави, дави, дави. Ой, не очень в этом плане. Мы приготовили белую глазурь. Теперь нам нужно достать печенье, берите перекладки, она уже готова. Все, печенье готово. Она уже даже подрумянилась. Доставай. Классическая белая глазурь. Классическая белая глазурь, да. Мы нашли зеленый краситель, посыпку и красный краситель, который уже находится в тюбике. Для чего мы разделили, расскажи. Мы разделили глазурь, чтобы отдельно покрасить часть зеленой. Я так понимаю, у нас классические цвета Нового года. Все как обычно, зеленый, красный, белый. Расскажи, а где можно купить краситель? Можно ли его чем-то заменить? На самом деле, очень легко заранее купить краситель или в Пасху. Я обычно делаю так. Именно так, потому что в Пасху самый большой выбор декора для выпечки и, собственно, красителей для того, чтобы красить яйца. И я закупаю заранее, на весь год, именно в этот период, потому что так легче всего. В общем, готовь с Аней летом. Насколько я понимаю, я видела такое в суперских шоу. Это рукав. Да? Это рукав? Да. Так, хорошо. Кондитерский рукав. Я смогу. Я справлюсь с этим. Кондитерский рукав. Так, тут очень много всего интересного. А насколько сложно его найти в магазине, в принципе? Я так понимаю, только в кондитерском можно его купить, да? Рукав. Кондитерский рукав можно найти в любом магазине, в котором продаются хозяйственные товары. Их очень много в магазинах фиксированных цен. Например, как пример. Они не очень хорошего качества, но если вы начинающий кулинар, это именно то, что вам подойдет. Потому что начинать сразу с дорогого оборудования смысла не имеет. Возможно, оно вам не понадобится. Например, мы попробуем заменить кондитерский рукав обычным целлофановым пакетом для одного из красителей. И посмотрим, что из этого выйдет. Я знаю, что многие так делают. И лучше сделать... Во-первых, начнет вытекать сразу носик. Давай, я подержу, а ты тоже подержишь. Держи. Вот так. Сразу забудь. Так. Складывай. На самом деле это очень интересный процесс. Именно украшение печенья можно доверить маленьким детям. Развивает артистизм и просто вовлекает всю семью в создание рождественского праздника. Тяжело, да? Для этого можно. нужна какая-то кисточка или ложечка. Можно попробовать ложечку. Потому что он очень плотный. Белую глазурь мы попробуем выложить в пакет, как делает моя мама. На самом деле весь этот процесс украшения очень расслабляет. Он такой, знаешь, как собирание мозаики или разрисовывание картины по номерам. Что-то вот в таком роде. Это такая своеобразная йога. Украшать печенье в принципе это отличный вариант для меня, чтобы вот расслабиться в выходные или после работы. какие варианты ты выбираешь, чтобы привести себя в тонус? Когда-то в очень тяжелый период жизни, в тяжелый эмоциональный период жизни я решила попробовать занятие йогой, потому что слушала рассказы знакомых, которые говорили, как сильно это восстанавливает силы и прочее, и прочее. И я записалась на пробное занятие, сходила один раз и да, ну, красную, конечно, может. Я записалась на занятие йогой пробное и после этого не могу остановиться, уже два года занимаюсь. Йога это древняя практика для поиска целостности в занятиях и жизни. Она состоит из асан, упражнений, дыхательных техник и медитаций, пассивных и активных. Поэтому развивает человека всесторонне через тело, ум и эмоции. Йога помогает улучшить концентрацию внимания, развить стрессоустойчивость и навыки замедления ритма жизни, восстановить эмоциональный фон, успокоить психику, обновить организм и урегулировать гормональный фон, улучшить качество сна, укрепить физическое здоровье, силу, гибкость, баланс. Почему люди вообще ходят на йогу? В чем его польза, плюс эмоциональный и физический? На самом деле в йоге каждый находит для себя что-то особенное, что-то, что-то, что он ищет на коврике. Преподаватели говорят о том, что нету двух одинаковых людей, как и снежинок, в нашем случае новогодняя тематика. Все приходят с разными запросами и получают разный ответ. Я на коврике пытаюсь словить дзен, как бы это глупо не звучало. Иногда нужно просто остаться наедине с собой, оставить все мысли за порогом, когда заходишь на класс и забыть о мирской суете, если можно так сказать. Ну, а если я все-таки решу пойти на йогу, справлюсь ли я с этим вообще в физическом плане, получите ли у меня? В йоге самая важная не физическая подготовленность, а умение правильно дышать. Я использую технику 4 на 4. 4 секунды делается глубокий вдох, 4 секунды задержка дыхания, 4 секунды глубокий выдох и опять 4 секунды задержка дыхания. Мы можем попробовать сейчас. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Задержка, 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 задержка. Выдох, 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 выдох. Задержка, 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 задержка. У меня получилось. Это один цикл. И сколько таких нужно делать, чтобы... Циклы повторяются до тех пор, пока вам нужно успокоиться. Или если вы хотите просто сконцентрироваться на дыхании и попробовать выкинуть мысли из головы. У меня звездочки получились не такие красивые, как у тебя. В целом, наша партия первая готова, наша пробная. Получилось не очень плохо, симпатичненько. Осталось выложить ее на красивую тарелку, либо можно упаковать в красивые мешочки, или выложить в какую-то аккуратную коробочку и преподнести гостям. Я думаю, это будет отличный подарок на Новый год. Спасибо большое, что пришла, поделилась шикарным рецептом. Я думаю, все наши зрители его запомнили и попытаются приготовить. Это точно сделаю я. И с таким рецептом обязательно новогоднее настроение обеспечено. Это Оливье Шоу на Бобруйск 360. Оливье Шоу КОНЕЦ